привет зритель сейчас будет обзор моих заказов сазун свайберс вообще я два года как живу тут без ой не падай карандаш это он правда не такой как у меня изначально был у меня был карандашик когда-то звездочка лежишь так насморк хрен знает откуда взялся понюхал карандашик звездочка и насморк вроде как дышится легче а тут запечатано ну точнее за степлера на я что-то самый дешевый на вайсберис нашла сейчас я может даже ой что называется надо досмотреть уроки насчет камеры так то что отправилась из китая через неделю с лишним только еще приступа приступа получила свой трек номер короче какой-то чё-то не за 100 и 12 рублей какой-то противоукачивающий карандашик мятный а я тут карандашик нюхала как голова болит когда дышать нечем но но забить когда под укачала а тут только вот такой карандашик скотчем этикетка приклеена как в комментах писали не укачайка изготовленное в бре прошлого года как его вскрыть а вот он откручивается ну конечно не звездочка но он прям от приятно сладковато пахнет мятой не сказать что супер сильно там такой малюсенький стичечек через дырочку вряд ли будет видно ну как бы на безребий рак рыба если хотела самый дешевый то что хотите да потому что звездочка что-то на озон 200 с чем-то на вайсберис вообще чуть ли не 500 сейчас я узнаю почему-то звездочка но смысле это не укачайка мне обошлось мои покупки и гигей тут будут еще две вещи которые точнее у меня было еще две вещи которые не базу потому что они в подарок на 8 марта близкому окружению 112 рублей до ингалятор сейчас тут оставлю но я на него на него и на все остальное артикулы инфобоксе оставлю друг кому тоже надо вот такой карандашик может быть слегка темновато потому что я вы я так долго игралась настройками цвета но сейчас действительно слегка темновато я при свете дня снимаю и как бы это ну без кольцевой лампы просто что-то решила с кухней сначала хотела на руке по быстрому камеру подержать и записать это все а потом вот как-то думаю а чё бы за столом не написать так у меня тут этот очень много всяких сиропов ну то что называется пикмес как бы да есть у тебя лёля варенье и мёд нахрена тебе это но вот у меня не уверен 6 именно такой жидкой консистенции варенье а мёд уже загустел чтобы шоколад добавлять самопаля я вот на днях все собиралась только сегодня вот на мечаю этот у нас до декабря этого года анкора что-то мне кто-то пожужжал это у нас пикмес из шелковицы белой и черной я как-то покупала шелковицы пикмес ну сироп мне очень понравился давно еще наверно после того как я из абхазии приехала девятнадцатом году сейчас у нас 23 год здесь ничего не пролилось все хорошо запечатано хотя в отзывах там кому как повезло и по-моему здесь мне еще вложили в коробочку влажные салфетки свободен от алкоголя и парабенов с нейтральным балансом с балансом ph и ута чего-то там вот 15 штук ну пустячок а приятно я лежала как-то с бессонницей выбирала оптимальную цену чтобы было вот допустим количество его и цена вот можно с чаем попить можно в этот самый смузи добавить можно шоколад как я у меня тут запечатанный вот хорошо запечатанный вот так и надо запечатывать и у меня там еще один год пришло немножко пролившись хотя вроде как по идее запечатано так было но что-то в адрес они такие сказочные у меня все четыре коробки было вскрыто легко так скотчем заморочена но как бы мне она доставалась уже в таком виде будто вот она привезли ой надо глянуть что там у этой люди привезли но она конечно не написано что мне по номерам только наверное хотя фиг знает как она вот здесь вот очень хорошо упаковано этой пупорчатой пленкой это у нас чё тут пикмес информацию на стикере читать считать приоритетный пикмес сделаны в турции здесь по моему вот этот не знаю где он сделан может написано где мне казалось что не все какие-то турецкие кто-то где ты да по ходу дела это тоже в турции но как-то так тут написано не внятно по-русски мало что люди ждут асмр а я тут пупырки щелкаю без асмр а старшина мне сейчас микрофон на меня направлены в прошлом видео немножко фонило потому что мы я подключена была камера попутно еще к аккумулятору который попутно что типа вот этот аккумулятор шатив сейчас на нем вот это все стоит я услышала на монтаже так как у меня ноутбук глючил очередной раз на все подряд даже на просто файлы открыть текстовые не услышала думаю что-то не словилась микрофоном а потом одна ушастая моя фанатка ну хейтеров же тоже можно назвать фанатками натуре хейтер то ли них это ну такая в общем питомец уровня питомец фанатка уровня питомец заметила что у меня значит там до 27 секунды этот фонит немного мне хотелось ее пощу пощелкать не в асмр видимо просто пощелкать короче ну когда щелкаешь в асмр и как-то особого кайфа не ловишь от этого просто щелкаешь как-то это машинально это у нас виноградный и он густой я как-то покупала на маш орех фирму но виноградный сироп вот этот на маш орех от фирмы и в общем там такая жидкая водичка была еще думала думаю но на это тоже жидкий она попробовать ну мало ли может там просто фирма такая хреновая а по отзывам тут все нормально он такой вполне себе видно что густой реально такой пекмес сироп сироп виноград вываренный до сиропообразной массы и процеженный продукт не содержит загустителей добавок без аллергенов не содержит добавочного сахара продукт готов к употреблению произведено в турции 375 грамм виноградный пекмес он у нас до этот самый старый пока еще но смысле дольше всех будет жить мы всех которые открыла до 19 сентября 24 года у нас еще 23 года это показ вайбере все это я положила в пакетик потому что тут как-то видимо хоть и запольгирована и запечатана но видимо доставщики вайберес его кидали может быть футболом играли там чуть-чуть в коробочку пролилось еще когда открывала меня на палец капнула там буквально десятая часть чайной ложки пролилась а такой густой а просто совершенно случайно на вайберес увидела а нет не на вайберес я увидела на амазонную сироп крова пекмеса я еще подумал интересно из короба ведь тоже на какой-нибудь сироп парит или варенье или что-то в этом роде короче сироп короба по-моему даже в данной такой же коробочке похоже на наклеечка агат я увидела меня есть товарищ по несчастью который перестал жрать сладко я тут вспомнила как он летом покупал кое-что сладкое я поняла что я еще тогда подумала блин он столько сладкого жрет это же очень сладко но он видимо жрал сладкое очень больших количествах этот он перестал жрать сладкое сделал на себе эксперимент очередной со мной поделился из перестал сладко я ему года три советую короб и выяснилось наконец-то мой любимый друг научился говорить не между строк прочитай меня ну типа чуть говорю одно подразумевая другое а прямом текстом что он тупо не знает как это на япе пишется я тоже пока не в курсе как она на япе пишется но я на амазон нашла правда я забыла забить в поиск что это территориально для японии но нашла в общем на амазонную из америки с любовью короб то есть короб еще и в америке видимо расти не только в испании там какой-нибудь греции но и в общем и забила думаю блин а я чё-то глянула что там есть чтобы посоветовать ему какого вот именно цвета порошок должен быть чтобы имитировал какао от кофе мы отказываться не хотим моего и не надо от кофе отказываться то я от кофе не то чтобы отказалась просто как-то года три или четыре назад я за две недели у кокошила 100 граммовую пачку лайтового кофе бусина который у меня обычно на год но самый минимум на полгода хватало тут за двумя за две недели я решила найти ну как бы перейти на аналог но на крок крок на может быть как кофе а может быть как какао порошок а тут смотрю значит есть сироп думаю сироп коробок как мы забила на вайсберис прикола ради и внезапно есть и вполне себе продается и на зон есть только дороже и на вайсберис есть и вот он тут пикмес из плодов рожкового дерева у меня были плоды рожкового дерева которые немножко просрочились ну как у них две недели по мостовало до срока годности сейчас они наружу просрочились я взяла свой белый микс мощный блендер и измолола этот пикмес там полностью из ручки и зернышки плоды этого рожкового дерева короба в порошок короба у меня как бы короб не обжаренный теперь есть буду периодически заболевать теперь у меня еще есть и помимо покупного порошка там обжаренного не обжаренного сильно обжаренного еще и вот состав стопроцентная плоды рожкового дерева пикмес из плодов короба где тут срок годности кстати а кто делал то вообще не знаю кто делал а саудовская аравия похоже делают а может не а саудовская аравия просто так похоже не наверно это тоже турция дело фигнает вообще в турции какой язык хотя может там ну в смысле вязь вот это арабская или нет потому что тут и на латинице и на я вязи и на еще какой-то не не совсем вязи не совсем латиница но я его в пакетик застан начала а вот здесь может да точно сделано в турции срок годности тут как бы заклеен стикером и как я поняла вот это вот как-то не сильно плотно прилегала потому что есть под нее текло вот сверху как-то фиг на чушь они там делали с этой крышечкой но производитель писал что там где-то вот ну еще год гарантии приходит хоть и запечатана вот этой наклейкой так что вот у меня сироп короба я изначально хотела купить только пикместор оба потом думаю блин я так давно это как-то пробовала фиников сироп очень понравился потом пробовала виноградный но вот неудачный опыт да и пробовала еще который уже показывала из шелковицы думаю чтобы не купить вот сейчас пока как бы есть деньги что-то надо я это что-то если если вы задонатите я буду рада вы как бы это сделал я на ваши донаты до куплю технику для канала допустим часть тучек технику для той техники на которых я снимаю вот здесь вот облако будет типа задано трёхки ну и сама куплю где-нибудь весной а зубы мучила так это я тут шоколад наметила делать думаю можно купить же какого-нибудь еще сиропа просто посмотреть и чисто так чтобы был с одной стороны меня близкий родственник ругает вот типа вот эти столько варенья ты еще какую-то фигню покупаешь я видела там какие-то сиропы которые я сама в состоянии сделать потому что у меня замороженные ягоды допустим холодильники есть и там черника там или еще что-то а есть те сиропы которые у меня вообще как бы есть видео варенье их присыл при желании можно отсидеть ягоды тоже сироп вот я решила просто посмотреть то что мне давно хотелось а но как-то все забивала на это плюс то что внезапно узнала существует его купила вот этот вот на 400 грамм фикмес короба дальше у меня я просто нашла довольно выгодную цену чуть меньше 400 рублей за целый литр она за 1300 грамм финиковый сироп хорошими отзывами с нормальным составом чисто финиковый сироп и даже с дополнительным там фигнюшкой как крышечкой у меня был финиковый сахар я давно его хотела как-то купила года два наверно уже назад потом у меня как-то лежал же от не просил ну это сушеные перемолотые финики и как-то ну финиковый сахар и финиковый сахар просто такое как бы ни то ни сё тут такая фигнюшка у меня такая же крышечка на одном деле для душа который мне подписчица катя дарила от миксит точно такая же крышечка но похожая по крайней мере и она вот так же выглядит пугая такая чтоб удобнее было лить обычная такая крышка так вот на бутылках из под минералки еще что-то такой ощутимый килограмм ну килограмм 300 тут натуральность энергия польза сделано 8 декабря 22 года живет 24 месяца финиковый сироп натуральный сто процентов производства иран у меня когда-то было финиковая паста одно время я делаю из нее какие-то конфеты сейчас у меня финиковой пасты нет у меня есть финики свежие как бы в коробочке шкафу наверху сушеные уже захомячила причем сушеные эти свежие покупала в мире фруктов а вот сушеные я брала не с виду вроде хорошие были но они видимо были ну очень старые и как-то вот бери боже что нам не гоже последний раз до этого покупала финики на whiteberries какие-то около 200 рублей свежий урожай вообще оптимально такое было и в общем круто как-то я пока не поняла ну смысле я забыла как это делать а урок не просмотрела как сделать следящий фокус на экране когда ты управляешь телефона камерой до диджай на диджай пишу сейчас ну и короче говоря то экология экологии а не экологик экологика collection короче этот финики я покупала последний раз на вайбере где-то осенью очень вкусный что-то за месяц даже меньше захапала целый килограмм как бы я стараюсь и варенье есть и мед есть но не вот там что-то покупать ну и что-то еще свое делать у меня еще какие-то шоколадные конфеты самопальные в шоколаде обма а в самопальном шоколаде самопальные конфеты на орехах с шелковицы еще чем-то сделаны в холодильнике что-то так убрала несколько чтобы они не растаяли в холодильнике джали забыла тут тыркаюся там еще что-то есть короче вот финиковый сироп еще целый литр такой афиниковый сахар из у меня будут потом когда-нибудь обзор пустых баночек еды там коробой баночка есть из по土 很 close это señora не про было луну это финиковый сахар по вкусу как лукова а если никогда не пробовал луку бы порошок луку на тройку а по вкусу как финниковый сахар практически один-в-один только цвет чушу светлее и может быть я когда не куплю себе финиковый сахар или луку пока что я вот одно время тащилась и виноградный сахар покупала молотый как вот пудра или как вот ну чуть по крупнее декстроза он называется одно время покупала кокосовый сахар и пальмовый сахар пальмовый сахар что последние полгода такой дорогущий тут на вайбере за 238 рублей нашла он в закладках у меня висит думаю блин я сейчас все пытаюсь сварить все молочный сахар думаю нафиг этот пальмовый сахар он как бы еще может подешевле будет одно время был дешевый это где-то чуть меньше 200 рублей за 454 грамма 8 таких вот блинчиков мне родственники все его полюбили после того как я их с ними познакомила хотя ну как бы ну да вот у меня одни близкие родственники и вайберис используют для шмоток а я всякую такую еду покупают что-то типа того и в общем кокосовый сахар мне как-то полюбился у меня сейчас от фирмы энтакси кокосовый сахар есть но я его добавляю там в каши в смузи там блины еще что то вот это можно допустим с блинчиками собирать сегодня завтра собираюсь блинов испечь сегодня собиралась но наверное уже завтра сделала смотрю как и этот как бы я подумала что финиковую пасту сейчас тут как бы мне ни к силу ни к городу ну как и и обычно лучше на десерты какие-то сами финики у меня там лежат это все немножко разное по консистенции ну как бы соответственно по вкусу чуть-чуть он встречается я как-то покупала кокосовый сироп и он отличается от кокосового сахара сахара кокосовой пальмы вот сироп вот этой кокосовой пальмы возможно чуть-чуть тут я стол задела как бы может шатала слегка не знаю заметно на камере будет или нет короче говоря я решила что тут пусть год финики сверх свежая сверху еще финиковый сироп причем он ну где-то там были какие-то под 400 рублей за 400 миллилитров этот сироп а тут меньше 400 рублей за целый литр да я вот я все на каких-то там сахарах все эксперимент оставила все смотрел еще себе лучше я помню одно время лет десять подряд оттащилась исключительно от тростникового сахара сейчас как-то ровно к нему душу виноградный сахар как бы ну в общем я поняла что допустим обычный светличный сахар белый можно измельчить в кофемолоке в пудру и он точно также быстро будет растворяться может чуть менее по вкусу не такой вот ну менее аскорбиновый просто как бы самый первый микси от микси то виноградный сахар дорогущий он мне очень понравился он растворялся он как аскорбиновая кислота был как-то так вот фруктоза сахароза что-то такое и фруктозу и одно время покупала буду вот так держать чтобы было верно что я лопаю а это самое отчета вот последние разы я покупала даже у того же микси то и он как будто с примесью какой-то будет там крахмал добавили еще чего-то но как-то уже не прониклась я поняла что этот виноградный сахар он как если в форме пудры то он лучше туда добавлять где вот реально пудра нужна сахарная а если так вот он растворяется как-то и вот эти хрупинки какие-то остаются там вот эти примеси и в общем я решила что уж если на то пошло то лучше покупать кокосовый сахар может он конечно дороже но иногда бывает можно найти подешевле от арубио я покупала какао тертое какао масло но не в таком формате тут целый килограмм и вроде как ну короче я с ним знакома уже не первый год и арубио но хорошая фирма даже вот когда забиваешь допустим какао масло еще уновать пристали на зон сразу подкидывается теорубе а видимо много кто это ищет какао масло натурально нерафинированное изготовители парикова екатерина николаевна москва рассорена происхождение эквадор срок годности два года сделано но у нас 23 декабря прошлого года натуральный состав какао масло натурально нерафинированное килограмм сто процентов килограмм вот рубила она у меня просто стояла ближе как бы это батарейки лежала и местами вот такой уже мягкая на ощупь вот ты знаешь какао масло и вот я хотела вообще сделать шоколад на основе какого тертого которое сама делала из какого бобов не очищен из целиком какого бобов в беломиксе плюс у меня было просто пока вот тертая может быть а руби а может какой-то другой фирмы и какао в общем использовать какого тертая потом урбечь какой-нибудь из тех которые делала и добавить сгущенное молоко которыми сейчас стоит в медленноварке ну как бы камеру на поворачивать другую сторону или штатив ну в общем стоит просто медленноварке но сейчас доходит как раз вот до той консистенции чтобы уже устояться и стать совсем гущённым молоком либо какой-то сироп и я подумала что если ну как бы куплю какой-то сироп то я добавлю какой-то сироп как составляющая сладкая потому что у меня один урбечь без меда а другие два с медом но там в принципе но и не сильно много жила меда чтобы вот она супер сладкая была допустим я хочу сейчас попробовать я постараюсь сегодня это видео смонтировать а еще сегодня ну не знаю сильно нет потому что там интересный момент такие еще 20 страниц перевода где-то много текста где-то много тупо звуков попереводить попутно в общем она мне обошлось я в предыдущем видео говорил что как раз купила и вот она сегодня ему доставили а какао бабы достали вчера но я физически просто не осиливала меня было с одного места за час за 75 минут добраться до дома покушать приготовить что-то покушать собрать кое-какие вещи кое-куда их снести а я была вообще на другом конце города ну как подружки куда ходили причем пешим частично и короче когда вы думали мне еще сообщили что там должно в другом месте в такое-то время быть думал в другом конце города ближе к дому и она уначе на вайбе я уже не успею на зон тоже вчера пришли вот какао бабы а сегодня вот это она стоила в общем все сейчас вспомню 714 рублей кажется но стоило довольно выгодно и бюджетно потому что последний раз я покупала какао масло 500 грамм за 500 чем-то рублей тогда тоже по скидке в общем можно обычно найти за 800 за 900 за хрен знает сколько иногда бывает и за 600 чем-то на вайберис оно было как-то 600 чем-то но у меня денег тупо не было думаю ну ладно это не горит потом как-нибудь куплю на вайберис купили 699 по-моему на вайберис было потом на вайберис то купили а на озон внезапно я вот увидела совершенно случайно думаю ну-ка сколько стоит что если будет и она даже дешевле чем я предполагала а здесь у меня вот еще в упаковке не вскрыто это вот какао бобы целый килограмм 1056 рублей за килограмм это очень бюджетная цена я считаю потому что принципе но как-то я находила 50 рублей за 50 грамм по рублю за грамм получается да по большей части последний раз я покупала 200 грамм за 290 рублей потом как-то покупала 250 грамм за примерно те же самые деньги я видела на вайберис за 270 рублей 200 грамм но там какие-то странные отзывы и продавец я просто не представляю не первый раз покупаю какао-бобы не представляю как это могут высушенные какао-бобы лежать герметичной упаковки стеклянные банки и при открытии вонять плесенью это уверяется что это не плесень не они не протухли просто вот они там ну вот у них не было доступа к воздуху и они просто в общем короче не испортились они сейчас подышат свежим воздухом и станут нормальными ну видимо просто герметичность была нарушена и поэтому как бы многим приходили вот такие несвежие какао бобы и я думаю ну ладно может на удачу куплю может кому-то там не повезло а потом ну и на вайперис они что-то всего-то тысячи с чем-то были за килограмм даже 500 грамм там что-то 600 700 800 было думаю нафиг и тут кнулась случайно на озон думаю есть там или нет а там внезапно вот обычно такие какао-бобы и по степке происхождение экватор как называется какао тертая я я за там не вскрывала все-таки это какао-бобы никакая тертая состав какао тертая название какао-бобы вот будет прикол если мне пришли не какао-бобы а какао тертая я почему решила покупать какао-бобы так как у меня но я давно мечтала делать шоколад сама не в курсе тут теперь знаешь а может быть давно уже в курсе и так как я хотела какой-нибудь мощный блендер именно под арахисовую пасту чтобы приготовить делать арахисовую пасту любую и но и пасту любых орехов то соответственно как ты думала блин а если из арахиса делается арахисовая паста ну какао-бобы немножко помягче но почему не попробовать какао-бобы вдруг получится получилось ли какао ну как бы как арахис то он застывает и я сейчас покажу вот на шкурке я делала арахис не снимала шкурку вот он при комнатной температуре вот такой он как бы густой но его можно ложкой там по маслу тут отделилась чуть-чуть вот этот с медом как раз можно ложкой зачерпнуть спокойно а какао-то тертое она сначала то жидкая я еще так лоханулась перила в баночку стеклянную потом эта баночка на паровой на водяной бане растапливала а потом она застывает вот ну как шоколад и я думала что если есть какао-бобы можно я могу теперь сделать какао тертое то зачем покупать какао тертое какао тертое иногда ну как бы по большей части дороже выходит чем какао-бобы то лучше купить какао-бобы а какао-бобы давно не покупала поделала помоги лёгки пусть тут будут какао-бобы ну вообще можно и он так потянуть и открыть мне лучше придется все таки все таки мне больше нравится прорезать потому что где-то открывается нормально где-то открывается через одно место мне там моя вот эта хейтерша которая ну как бы я еще называю питомец потому что ну она меня очень хорошо понравилось днем рождения до 14 февраля было день рождения с подружкой моего отмечать 23 кто еще не успел понравить но очень хочется можете присоединиться к комментам я вам поставлю сердечко и скажу большое спасибо в общем моя это хейтерша понравила меня с днем рождения таким хорошим поздравлением я думаю наверное она поняла все в своей жизни решил отменяться больше не ходить видимо не очень люблю вот эти вот ну у некоторых удачно вот эти пакетики герметичные все такое у некоторых вот у хрен даст собачишь чтобы раскрыть надо раза три пролезать так вот так как ты зритель наверно в курсе я с ролевыми асмр на вы я на них морально не готова она запросила у меня асмр на приеме гинеколога я так подумала я написала группе тысяч рублей за донатишь я тебе сделаю асмр на приеме гинеколога я даже подумала да да это именно то я даже даже пахнет правильно как что какой ну было бы жалко за 1056 получить что-то иное просто не стала там думаю как это вскрывать было там ну как конечно это все можно вскрыть но мне надо было еще другое забирать и я подумал пощупала вроде как какао бобы муки мои лапочки даже вот обдолбались они там первый раз то я делала в кофемолке подручными средствами измельчала ну конечно не до какао пасты это было и там крупинки чувствовались я даже снимала какао вэллу и одну часть какао бобов обжаривала легонько так прокаливала в этой духовке чтобы снять какао вэллу а другую часть отмачивала чтобы снять эту какао вэллу кого какао вэлла это первая такая пленочка вот как на миндале вот это вот пленочка вот на всех орехах практически бывает лёночка так вот я подумала если ну как бы человек хочет что-то и кидает донат то я бы даже записала то есть специально на приеме гинеколога но там у человека я так поняла у нее как он там какой-то пунктник на всяких разных проблемках даже если она троллит то у нее даже на троллинге какой-то определенная тема чем какао боб не выразумела кстати если хочешь найти конкретную такую бодрость две-три штучки но может чуть больше конечно ну вот конечно у нас уже не утро ранее а 16 минут шестого горький то какой настоящий какао боб короче тут целый пакет этих какао бобов теперь я буду делать какао тертая потом буду делать какао тертого шоколада так это не целых два года живут вообще ну надолго хватает вообще прилично такое у какао было немножко такой цветка ореховый вкус ну легкий такой в общем очень круто ассер органик экватор сырье селекцион националь 11 ноября 22 года сделаны один килограмм но смысле собранные я еще узнала что их ну я не знаю как сел какао бобы или только те которые в баночке были ну отзывы на которые читала короче говоря их сушат под банановыми листьями они типа там сами ферментируются вкус мягкий цветочный с минимальной кислинкой и горчинкой место производства дуран тамбо не знаю где это может что-то на экваторе где-то есть эквадор когда я до тебя доберусь аль натураль продавец москва ну типа импортер то сёп асссс органик практически только асссс так походу дело это усён ой какао масло не падает сколько как-нибудь вот так вот так да я все что забрала сегодня показала не считая тех двух вещей которые для ну как бы на 8 марта поэтому удва лица ох темно наверное совсем стало я просто хотела настроить так чтобы вот оно показывало именно как сейчас у меня вот всякого освещения с окном и если темновато уж совсем ну уж это извиняйте я потом еще я постараюсь может ну на днях досмотрю тот урок первый урок короче там по-моему 12 уроков по ней по этой камере постараюсь по возможности хотя бы в день смотреть по уроку или раз в три дня все это запомнить изучить и уже если что в следующий раз вот сделать может там ну поставлю еще свет я просто хотела снять именно при свете дня вот как вот оттуда короче когда светит свет я его сейчас немножко покрутила в общем всем спасибо за просмотр если вам было темно ну можете написать в комментах типа аааа какое видео не такое темно если вы хотите асмр можете подписаться на бусти 200 рублей в месяц обеспечит вам асмр частый выход и вы меня смотивируете писать это асмр почаще вот здесь тоже будет облачко если вы хотите мне что-то подарить то в инфобоксе есть адрес до востребования почты России правда почта у нас на три месяца переехала в солнечный придется ехать туда а если вы хотите мне что-то подарить не почты России то у нас есть по моему СДЭК когда у меня придется вам узнавать адрес а если вы хотите мне что-то подарить с доставкой на озон или вайтберис то база адрес базы вайтберис скинут есть в этом самом чате китилеге ссылка тоже в инфобоксе ну и в принципе база озон там рядом с этой базой вайтберис если вы еще не подписались то можете подписаться нажать на колокольчик и будет вам счастье на ваш утюг придет уведомление я теперь ну как бы читаю там ну и да у меня так как я в начале видео сказал мне тормозить ноутбук ужасно он как бы слабоватый ну и уже не очень молод и я коплю сейчас денежку помимо прочего ну как бы собираю денежку собираю донаты на технику для монтажа и поэтому если хотите поддержать монеткой то ссылка в инфобоксе всем спасибо за просмотр мне так хотелось ее полопать всем пока тима и Субтитры создавал DimaTorzok